Доброго времени суток! Приветствую вас на канале Мамины Советы. И сегодня я расскажу и покажу вам, как приготовить праздничную закуску рулетики из ветчины с чесноком и сыром. Всегда хочется иметь под рукой быстрые и вкусные рецепты, которые займут достойное место на праздничном столе. И наши рулетики станут палочкой-выручалочкой для любой загруженной хозяйки. Готовится закуска просто и быстро, выглядит красиво, а на вкус просто обалденно. Все компоненты легко покупаются в любом магазине. Хороши эти рулетики еще и тем, что их можно приготовить заранее. И они пролежат в холодильнике в закрытом контейнере несколько суток. Итак, приступаем. Нам понадобится чуть больше чем полкилограмма ветчины, сыру грамм 300-400, яиц штук 5-7, пучок петрушки грамм 100, одна картофелина, пару головок честанка и майонез по вкусу. Отварите яйца вкрутую, почистите чеснок и картофель. Яйца, картофель, сыр натрите на терке, можно на крупной или мелкой, главное, чтобы было все одинаково. А чеснок надо натереть на мелкой терочке. Зелень отделите от веточек, нам понадобятся только нежные верхушки. Порежьте и добавьте к остальным компонентам. Заправьте майонезом и хорошо все перемешайте. Много майонеза не берите, потому что картофель тоже помогает склеивать начинку. А дальше приступаем ко второй части Морелизонского балета. Это скручиваем рулетики. Зовите детей в помощь, вам без них, но никак не справиться. Мои чадо скручивают рулеты с превеликим удовольствием. Правда, ветчины остается подозрительно мало, но зато все сыты и довольны. К тому же оставшейся начинкой легко можно заправить помидоры. Будут фаршированные томаты, тоже отличная закуска на праздничный стол. А можно просто намазать на бутерброды к чаю. Положите на каждый кусочек ветчины по чайной ложке начинки, скрутите рулетом. Выложите на тарелку или сложите в контейнер под крышку и берите в холодильник. Все, невероятно вкусная закуска готова. А теперь немного советов по приготовлению. Главные компоненты рулетиков это, конечно же, ветчина, сыр и чеснок. Далее уже все по вкусу. Если добавляете яйца, то их не должно быть больше, чем сыра. Зелень подойдет любая, но мне нравится в данном рецепте петрушка или кинза. Ветчину можно взять любую, та, которая по карману. Я беру ветчину из индейки. Она даже в предпраздничные дни не превышает 300 рублей за килограмм. Но обязательно попросите ее нарезать слайсами в магазине. У меня еще ни разу не получалось самой ее нарезать так тонко и ровно, как делает это автомат. Сыр тоже можно взять любой. Российский, голландский, пешеходский. Но главное, чтобы он не имел горчинки и имел солоноватый вкус. Картофель можно вообще исключить из рецепта. Но он не дает начинке рассыпаться. И его вкус совершенно не чувствуется в закуске. Яйца также не обязательный компонент. Но у меня главные дегустаторы ветчинных рулетиков дети. Поэтому я стараюсь придать блюду менее острый вкус. Но если у вас закуска подразумевается под водочку, то яйца можно вообще не добавлять. Надеюсь, вам понравился наш простой рецепт нежных и ароматных рулетиков из ветчины с чесноком и сыром. Уверена, что данная закуска теперь будет обязательно красоваться у вас на праздничном столе. А какие у вас есть рецепты праздничных закусок, которые готовятся легко и быстро? Пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. А также подписывайтесь на наш канал Мамины Советы, где мы публикуем простые, вкусные, полезные и быстрые рецепты для дома и дачи.